АвтоВАЗ снова начал оснащать Гранту и Ниву системой экстренного оповещения Эроглонас. С 1 августа такие машины начали сходить с конвейера в Тольятти, а сейчас добрались и до дилеров. Автогигант уверяет, что Эра вернулась на все выпускаемые Гранты и классические Нивы Ледженд. Однако в прайс-листе самой простой, антикризисной комплектации Гранта Классик, то и что без кондиционера, система Эроглонас не упомянута. Объясняется это просто — машины без кондишена перестали выпускать, хотя в продаже они пока есть. Что касается более дорогой Гранты с кондиционером, который вернулся в комплектацию 26 июля, то для неё возвращение тревожной кнопки совпало с косметическим подорожанием на 2000 рублей. Кстати, термин «тревожная кнопка» в данном случае точен, ведь АвтоВАЗ возвращает не полнофункциональную систему с автоматическим срабатыванием, а более простую. Такая в былые времена обязательно ставилась на ввозимые в Россию поддержанные автомобили. Дело в том, что для автоматического вызова экстренных служб нужна подушка безопасности. Именно её раскрытие становится поводом для подачи сигнала SOS. Напомним, что в своё время законодательное требование ставить эры на все выпускаемые автомобили послужило поводом внедрить хотя бы боковую подушку на классическую Ниву. Пока мест эйрбеги на Гранты и Нивы не вернулись. Но это дело ближайшего будущего. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на прошлой неделе сообщил, что запас подушек завод уже сформировал и начнёт производство таких машин в конце августа. Кто поставляет компоненты и как изменятся цены, узнаем позже. Ещё одна тема — ABS. Как мы уже сообщали, в начале лета АвтоВАЗ договаривался с китайской компанией Trinova. Она же Beidin Incheon Hoi-Gi Technology, чьи антиблокировочные системы представляют собой аналог электроники Bosch восьмого поколения. Мы предполагали, что вопрос с ABS будет закрыт уже в этом году. Но похоже, что ситуация сложнее. Китайской ABS пока поставили на Largus — ограниченную партию из тысячи восьмисот машин в Тольятти уже собрали. Как сообщает паблик АвтоГрад Ньюс в сети ВК, продажу Largus и пока не отправлены именно по причине трудностей с антиблокировочной системой, на устранение которых уйдёт несколько дней. К слову, ещё сотни окрашенных кузовов Largus готовы к отправке на сборочные заводы в казахском Кастанае и узбекском Джизаке. Вообще, массовая установка ABS на автомобиле Lada возобновится только в следующем году. Причём автогигант ссылается не только на трудности с поиском поставщиков, но и на желание локализовать производство электронных блоков. Что касается системы стабилизации, то срок её возвращения сейчас не называется. Субтитры создавал DimaTorzok